Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня очень хочется вам дать 5 быстрых советов, как практиковать английский каждый день, и на эту практику у вас будет уходить от 5 до 10 минут, и что самое главное, не будет вот этого барьера, знаете, что вы как-то, ой, надо познаваться английским, но надо еще помыть посуду, покушать, вот это доделать, вот это, вот это вот самое сложное, да, каждый день преодолевать барьер, там, пойти в зал, начать заниматься английским. Так вот, я подумала, что вот есть 5 таких вещей, которые очень легко делать каждый день, и вы не задумываетесь о том, что вы занимаетесь английским, но в это же время вы занимаетесь, вы как бы обманываете свой мозг, поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Сайт номер один, мини-реклама моего инстаграма. Значит, что я делаю в инстаграме? У меня подписчики со всего мира, и я делаю для всех сначала пост на английском, потом пост на русском, да, для тех, кто совсем не говорит по-английски. Я вам рекомендую читать эти посты и комментировать. Почему это важно? Потому что очень важно отвечать, да, на английском, потому что мы не хотим оказаться в ситуации, когда я все понимаю, ответить не могу. И я пишу посты не про английский, вот это тоже очень важно, у меня не типа 5 правил грамматических, это вы можете на 100 курсах пройти. Там посты типа про здоровье, про бизнес, про жизнь в Америке, про переезды, про все подряд, про хейтеров на ютубе, про клиентов, которых надо увольнять. Ну, короче, очень много всего житейского, то есть то, что я переживаю, и лексика абсолютно разная. Если вы не хотите там на меня подписаться в инстаграме, подпишитесь на, не знаю, человека, который пишет на английском языке, просто почему круто, я считаю, у меня, потому что я пишу на английском, потом на русском. Ребята часто пишут, что они там были подписаны на меня 3-4 месяца и перестали совсем читать русский перевод, потому что вот натренировали, да, и понимают только английскую версию, поэтому Lingva Marina, подписывайтесь. И задание просто каждый день оставить какой-то комментарий на английском. Мне кажется, это вот шаг к тому, комментарий по теме оставить, даже если там awesome или I hate this post, это уже практика, поэтому это совет номер один. Я это очень активно делала, когда я, ну вот, только приехала в Америку и пыталась понять, как же американцы между собой общаются, потому что я бы написала там по-русски один комментарий, но по-английски я смотрю Dude, this is dope, и я такая, what? Типа, что это значит? Или OMG, this pic is perfect, и я такая, pic, it is a picture. Ну, вот какие-то такие сленговые вещи, ты когда читаешь комментарии, когда сам комментируешь, ты это подхватываешь, такой, вау, блин, вот он английский язык. Второе. Установите себе Google календарь и ведите там все свои дела на английском языке. Почему это тоже круто? Во-первых, Google календарь безумно дисциплинирует. Для меня, например, планирование в ежедневнике вообще не работает. Я ежедневник забыла, это значит, что я забыла все свои встречи. Google календарь, миллион уведомлений на почту, всплывашечки в самом календаре ты видишь, то есть ты ставишь конкретное время, он тебе напоминает. Для тех, у кого много встреч, или я планирую некоторые встречи за два месяца, да, и если бы у меня не было напоминания, я вполне бы забыла, да, что-ли, там надо к доктору сходить или еще куда-то. Очень полезно, очень классно, делает вам всякие картиночки. Это не реклама, никакая Google, а когда рекламу я подписываю красным таким этим, что рекламу мне заплатили. Меня не заплатили, я вам чисто от души советую, я сама пользуюсь Google календарем. И потом, когда вы будете расти, когда у вас будут появляться ассистенты, с мужем вы захотите поделить календарь еще с кем-то, очень удобно просто человека добавлять, и он вам помогает все это менеджить, или там приглашаете кого-то на встречу. Ну, в общем, для меня это тоже лайфхак такой, который я открыла для себя, приехав в Америку. Хотя могла, конечно, раньше открыть, просто все здесь им пользуются. Gmail, это, кстати, основная почта в Америке. Никто не пользует там Outlook, как в России, какие-нибудь Mailbet или что-то, ну, как бы единицы. Все сидят на Gmail, там, корпоративные и так далее. И в Google календаре. Прям вот очень круто для практики английского, просто говорите себе, я теперь все в календаре пишу на английском, и заодно у вас же проверка еще идет вашего словаря, да, вам, если что, айфончик-то, или там, андроид ваш подпишет, что подчеркнешь, что чего-то вы неправильно написали. Поэтому это мой совет номер два. Совет номер три, он, кстати, из интенсива Intermediate to Advanced, который мы с Веней придумали, записали. Такой марафон от Intermediate to Advanced за 30 дней. Для тех, кто застрял на одном уровне, у нас новый поток начинается в июне. Если вы смотрите позже июня, то, скорее всего, следующий поток там начинается в ближайшее время. Ссылка будет внизу, записывайтесь. Как обычно, команда мне дала скидку 20 долларов для тех, кто запишется в течение 24 часов после выхода этого видео. Значит, и вот совет из этого курса. У Вени там больше такая теоретическая часть, потому что он все-таки аккредитованный преподаватель по-английскому. Он дает там грамматику, наречие, все вот эти вещи, которые вы должны уже знать к Advanced. То есть вам просто такой повод по всему пробежаться, выучить что-то новое. У меня там уроки выходного дня, я там рассказываю про идиомы, которые надо знать уже к Advanced. Это, знаете, когда вы не можете перевести слово так, как оно написано, потому что у него совершенно другое скрытое значение. Типа kill two birds with one stone. Да, это не значит, что убиваешь двух камней, двух птиц одним камнем. Это значит, что ты двух зайцев одним выстрелом, понимаете, да? То есть это идиомы, дословно не переводится, нужно знать значение на своем языке. Так вот, и я там еще рассказываю, как бороться с тем, что вы не можете говорить по-английски, что у вас вот это стеснение постоянное. Это практика, и я даю много там практических сетов. Один из моих любимых, который, опять же, идет из того, что я делала и что в Вене делала, когда мы учили английский дома перед приездом в США. Проговаривать все, что случилось с вами за день перед сном, буквально, на английском языке. Во-первых, это прием вообще не из английского, это прием для развития памяти. Потому что удивительно, как быстро мы забываем, что произошло какие-то мелочи в течение дня, и вот эта обалденная тренировка, просто окей. Сейчас, например, вам расскажу, что со мной было сегодня. Опять же, так как вы это про себя проговариваете, вы, наверное, там пропустите какие-то ошибки, не будете сильно заморачиваться, и это как раз то, что нужно, чтобы разговориться. So, сегодня я woke up, I had a conversation with my mom, I made us some eggs for breakfast, then I was supposed to start filming my YouTube videos, but I checked my email and I realized I had to be at the meeting in 500 Startups, but something was wrong with my calendar and I thought it was tomorrow. But basically, yeah, I had to rush to 500 Startups' office. We had an amazing meeting with the companies that participated in 500 and Sparebank program in Russia, and the winners came over here in San Francisco to get a chance to explore Silicon Valley, and we're doing like a fireside chat, like a Q&A with them. Now I'm home, oh, I actually went to a Thai restaurant for lunch. Now I'm home recording this video, and then I'm going to work on my YouTube promotion course. Вот, да, ну, у меня понятно, заняло минуту, у вас займет три минуты, да, вспомнить, что вы делали, потренировали память, потому что я сейчас, так, а что я с утра делала, вот, очень полезная вещь. И тренируйте английский, так что возьмите себе за правило. Может, вы дневник ведете, ну, дневник можно вписывать, но очень важно именно проговаривать, потому что основная проблема у всех это разговор, да, одно дело написали, другое дело попробовали проговорить. Если никого рядом нет, проговорить вслух вообще идеально. Четвертое. Часто себя ловлю на мысли, что не понимаю до конца, чего поется в песнях. Это совершенно нормально, вы на уровне upper advance не будете все подряд понимать, американцы не все понимают. Столько тут мемов тоже, что, ну, ты, типа, слышишь одно, а можешь перепеть по-другому, и у песни другое значение, да, потому что недавно была на уроке пения, и, например, да, я не знала, я слышала, что Бринни Спирс поет вместо what, what. И мне очень за попенью объяснилось, что это американская тема, типа, так легче петь, когда ты начинаешь с выдоха, а не с what. Ну и вот они, когда поют, они некоторые слова вообще не так произносят, ну, то есть вместо what они произносят what, вместо who они произносят who, ну, в общем. Вот такие вещи, и ты это узнаешь в процессе, но когда ты просто слушаешь песню, думаешь, блин, а что он сейчас сказал, какой еще what. Поэтому рекомендация, берете песню, смотрите слова, и вам достаточно пару раз слова посмотреть, если вы уже на уровне, там, intermediate, upper-intermediate, вы уже будете потом подпевать, вспоминаете слова, и вам это безумно полезно. Вот не нужно заучивать песню с какими-то левыми словами. Как же эта песня? Rock the microphone, rock the microphone, да, мы все учили в детстве. Нет, rock the microphone. И вы когда, вот чем больше вы это будете делать, тем легче вам будет потом песню понимать. Я недавно удивилась, что я слушала The Real Slim Shady, Please Stand Up. Песню слушала позавчера в машине, поняла, что все понимаю, и что там смысл, оказывается, есть. Я думала там раньше про Бритни Спирс поет. Ну, короче, очень-очень клево это все, это очень помогает. А пить он может бесконечно, да, Сила Харре? И последний, не менее важный совет для девчонок, для мальчишек, кто входит в магазины, составлять ваш список покупок на английском языке. Расскажу почему. Потому что Дима иногда не знает. Я ему говорю, Дима, купи, пожалуйста, мне сок из маракуйи. Что приходит, Дима говорит, Что неправильно, потому что никто в Америке не говорит маракуйя, все говорят passion fruit. И, естественно, ему говорят, у нас такого нету. Он приходит домой, говорит, ничего не было. Я говорю, как не было passion fruit? Он такой, блин, точняк, passion fruit. Поэтому, начинайте уже сейчас, чтобы таких моментов не было, там, пишите список просто продуктов, переводите, не знаете, как на английском, там, креветки, праун, мясо, вот, то, что тоже недавно, год назад вышло, ground beef, это фарш. И что я думала, это, что это говядина, которая бродит по земле. Ну, я не знаю, почему я так думала, потому что ground переводится как земля. На самом деле, очень много нюансов, и нас в школе, к сожалению, не учат. Этому учат на интенсивах у нас. А в школе нам говорят о миф, beat pork, как бы ground beef, passion fruit, не знаю, там, tofu, вот это все, то, что здесь сидят постоянно, этому нас не учат. Поэтому, если вы будете это самостоятельно делать, самостоятельно изучать, я вам гарантирую, очень сильно пригодится. На этом у меня было все. Я жду вас в своем инстаграме Lingua Marina. Практикуйтесь в комментариях, переписывайтесь с моими подписчиками, которые не из русскоязычных стран, они очень общительные, очень классные ребята из Америки, Бразилии, Индии, просто там география сумасшедшая. Практика для вас обалденная. Я жду вас на курсе Intermediate to Advanced. Сейчас это самый крутой паузовый наш курс. Поэтому присоединяйтесь. До скорых встреч в следующих видео. Я сегодня подписана на канал. Нужно обязательно подписаться. Красная кнопка внизу. Все, до скорых встреч. Пока-пока. Если у вас вопрос, кто хрюкал на заднем плане, вот это вот создание хрюкало на заднем плане. Хрю-хрю. И вы не думайте, что я его обижаю, пожалуйста. У него, видите, как брови сделаны? Не сделаны брови. Так что, как будто он грустный. На самом деле, он счастливый пес, очень вкусно ест, постоянно гуляет и сгрыз все игрушки. Поэтому, ну вот видите, да, игрушечки. Вот так он грызет. Вот там вот я снимала. Но это чудо было слышно. Да, Сила? Продолжение следует...